Вконтакте разрабатывает сервис для распознавания фейков на фото и видео. Система будет запущена для всех пользователей соцсети в течение полугода. По информации пресс-службы соцсети, работа уже плотно ведется на технологии распознавания дипфейков. Появится возможность проверить загруженную платформу фотографий или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например, изменения в редакторах или замены одного человека на другого. Сервис для распознавания фейков должен опираться на какую-то технологию, которая способна к обучению, то есть к улучшению своего качества. Скорее всего, это нейронные сети в той или иной модификации. Дело в том, что чтобы нейронную сеть обучить, ей необходимо дать большое количество уже известных примеров, которые размечены, то есть на них ответ известен. Дипфейк это или не дипфейк. Я полагаю, что здесь еще кроме этой технологии могут использоваться, в принципе, накопленная вконтакте база, скажем, мультимедийного материала, фото и видео, которое может позволять делать внутренний поиск и, собственно, сравнивать похожие картинки на то, что одна картинка была сделана из другой. Представители Вконтакте уточнили, что пользователи соцсети смогут самостоятельно загружать подозрители контента и проводить проверку видео и изображений на достоверность. В конце декабря 2022 года Минцифра предложила закрепить технологию дипфейка в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным. В министерстве считают, что созданный с ее помощью контент следует обязательно маркировать специальным графическим знаком. Распознавать фейки – это очень важно, потому что, во-первых, можно умолчать про хулиганские шутки, когда, собственно говоря, лицо человека может быть подставлено на другое лицо, скажем, в каком-то двусмысленном видео, назовем это так. Также, конечно, с помощью дипфейков и более-менее качественных можно, в принципе, обмануть, скажем, человека, пользователя неопытного, если, например, он поверит в то, что на фото находится именно тот человек, который он думает, что находит. На самом деле его нет. То есть все это про обман пользователя и, собственно говоря, необходим сервис, который может это распознавать. Отметим, что ранее ВКонтакте добавила функцию дипфейк, которая позволяет примерять лица известных людей в редакторе ВК-клипов или в мини-приложении. Карина Саяхова, Универниус.